Всем привет! Меня зовут Катя. Я увлекаюсь комнатными растениями и иностранными языками, поэтому на моем канале вы можете увидеть видео на обе темы. И сегодня я вам подготовила обзор моей коллекции. В прошлый раз я делала такое же видео в июне. Давайте посмотрим вместе, как моя коллекция изменилась. Самое главное изменение, которое мы увидим сегодня, это мои эксперименты с тотемами. И, надеюсь, будет интересно. Погнали! С последнего обзора прошло около полугода. Наступила зима, и поэтому мои цветочки в основном переехали с подоконника вот сюда. У меня здесь такая оранжерея теперь. Появились полочки с досветкой. Досветка пока, правда, на изоленте. Никак не клеится. И такая большая лампа посередине появилась с кремовым свечением. Вот все тут под ней загорают. Сейчас посмотрю, наверное, достану их, поставлю на стол, покажу отдельно все. Самое главное, расскажу про мои эксперименты с тотемами. Это, пожалуй, самое интересное. Вот они мои эксперименты с опорами и с тотемами. Сейчас посмотрим каждый поближе. Давайте начнем с кокосовой опоры. На ней у меня стоит филадендрон лучистый. Он очень быстро рос, хотя стоял у меня, ну, в принципе, в тени в моем кабинете. И я решила поставить ему опору. Он начал расти еще быстрее. И я его почикала. Сейчас поверну немножечко. Вот здесь вот я ему макушку сильно так обрубила. И у него выросли две новые веточки. Такая совсем ювенальная форма, да, прям вот сердечком. Если сравнить с теми, даже с которыми он ко мне пришел. Сильный был, видимо, для него стресс. Я даже не знала, что у него ювенальная такая форма прикольная. Но я думаю, это будет даже интереснее смотреться, когда он и с такими листиками, и с такими. Пока у меня тоже, пока зима, переехал сюда к досветочке. В общем, это был мой первый эксперимент, первая попытка с опорой. Потом в ход пошли всякие палочки. Мы перейдем вот сюда. Здесь такая у меня лесная палочка для филадендрона Бразил. Падет мох, засыпается со всех сторон сюда. Он у меня на этой палочке очень хорошо растет. Выдает крупные довольно-таки листики. Я тоже ему снесла макушку, он мне дал три новых побега. И потом мне захотелось экспериментов. Я начала тоже его чикать и сажать эти побеги на опоры уже из-за мухосфагнума. Я посмотрела разные видео австралийских блогеров, как они это делают. И загорелась растить ароидный с большими листьями. Поэтому макушку филадендрона ее подчикала. Посмотрим потом, куда она переехала. И я это делаю вот таким образом, когда там воздушные корешочки свеженькие, живые. Поскольку им на палке впиваться некуда, они засохли бы. Я их помещаю в пакетики с мухом. И они, видите, там беленькие такие, очень хорошо дают. Потом я этот побег обрезаю. Такое безболезненное укоренение получается. Перед изготовлением тотемов с мухом и с фагнумом у меня были еще и другие эксперименты. Я училась про тотемы, ничего не знала. Пробовала разные варианты. Поэтому вот этой монстере, которую я покупала как варигатная, но она, конечно же, почти никаких пятен белых не дает. Я еще не знала в тот момент тоже, как правильно выбирать черенки у варигатных растений. Но ничего, она все равно красивая. Вот у нее такие большие-большие уже листики. Такой сочный, красивый лист сердечка. Что я сделала? У меня вот здесь пошел корешочек. Да, вот тут вот корешочек пошел. И я решила сделать ему такой тотем из бутылок. Конечно, не очень эстетично, но оказалось, что очень хорошо задерживает влагу этот пластик. И, соответственно, корни в этом маленьком вот кусочке развелись очень хорошо. Вот видно беленькие. Это все корешочки. Вот здесь вот коричневый корешочек. Вот он вниз сюда пошел уже. Вот представляете, как сквозь керамзит вниз ушел. Ушел, да, тоже другой корень. Вот он сбоку тоже тут оплетает. Наверх вылез. В общем, по всей вот этой бутылке во мхе куча корней. Очень долго наращивали корни. Видимо, этим монстер занималась. И, наконец, вот пару дней назад, но, может быть, зависит от освещения, которое я поставила. Да, кремовую лампу я купила. И, наконец-то, появился новый листик. Вот он тут хорошо растет. Посмотрим, какого будет размера. Может быть, чуть-чуть будут какие-нибудь варегатные пятнышки. Но, на самом деле, я не расстраиваюсь. Если даже их не будет, я купила себе еще прям такую варегатную хорошую альбу с хорошей генетикой. Попозже мы ее посмотрим. Но вот эта прелесть. Я уже даже придумала, что я буду делать потом с этим кусочком. Но не буду сразу рассказывать. Может быть, сниму отдельное видео, когда мои планы осуществятся. Но, на самом деле, вот я думаю, что впоследствии, когда я буду еще делать тотемы, я, наверное, буду делать их с пластиковой вставкой. Потому что, действительно, этот пластик очень хорошо влагу задерживает. И корни просто как на дрожжах растут. Я сейчас покажу еще другой мой эксперимент с бутылкой. И сколько тоже там корней. Вот с этого угла давайте еще посмотрим, сколько здесь корешочков свеженьких. Просто класс. Еще один эксперимент с тотемом и с бутылкой был вот с этим филодендроном Ред Конга. Они все у меня тут немножечко в следах от воды, от опрыскивания. И мох осыпается везде. Вот это, конечно, минус. Но ничего. Сделал я вот такую вот сильно неустойчивую из сетки для птиц опору. Добавил туда мха. И корни начали проходить насквозь. И мне не хотелось, чтобы они торчали. Поэтому я поставила здесь тоже такую маленькую вставочку из бутылки. И смотрите, сколько там вот таких красных, пушистых корней. Они начали все разветвляться. Это очень красиво просто наблюдать, конечно. И интересно, да, как корневая система развивается. Ну и опять же очень... По-английски это rewarding. Как бы благодарный труд, да, получается, когда ты видишь, что растение растет. Действительно растет, да, корни у него есть. Здесь вот, со стороны, незаметно. Вот в этом куске, да, сильно видно, сколько здесь корней. Просто класс. Был еще вот такой эксперимент с Монстерой Манки. Это, наверное, был вообще мой первый тотем, который я крутила из сетки. Я вообще еще не представляла, как его делать. Поэтому он такой некрасивый. Но ничего страшного. Все равно корешочки туда уходят. И тут немножечко сбоку еще мха добавила. Поэтому, наверное, мы не сильно увидим. Но вот здесь вот, да, можно видеть корешочки, которые туда в мох уходят. В общем, они там есть. И действительно можно посмотреть, как листик постепенно начал укрупняться. Я потом подчикаю, пересажу уже на такой солидный из металлической сетки опору тотем. Но пока все равно здорово. Быстро очень выдает листики. Опять же, когда я под досветку поставила. Ну и кто-то, конечно, ел тут его тоже. Я заметила стадо насекомых. Я пролила октар и посмотрим. Я пока с насекомыми не очень хорошо подружилась. Все время их пугаюсь, когда они заводятся. Это тоже попозже покажу, как я, наверное, убила филадендрон империал грин, потому что увидела стадо насекомых. Но об этом позже. Был вот такой еще эксперимент. Очень такой жирный тотем здесь, да, большого-большого диаметра. Но тоже мне захотелось просто посмотреть, насколько корням будет лучше. Это у меня филадендрон сильвер квин. Его тоже тут поели насекомые. И он пришел тут с нераскрытыми листиками. Был ему не очень хорошо. Я его тоже пролила октарой. Тут все, конечно, супер некрасиво. Но вот здесь вот сверху вот эти вот три листика, они уже после лечения и после того, как я на тотем поставила. Поэтому можно увидеть, что они совсем другие. И они начали укрупняться. И лезет новый листик. Очень интересно, что получится. Но опять же, это только эксперименты. Потом, когда я научусь, я тоже переукореню. Но опять же, тут не надо будет отдельно как-то в воде укоренять. Поскольку уже сразу воздушные корни впиваются в мух, я просто обрежу макушку и потом поставлю на другой мощный, более высокий устойчивый тотем. Ну и вот как финальная версия моих тотемов выглядит. Они из металлической сетки. Но поскольку я нашла только с такими огромными ячейками, мне нужны были металлические для устойчивости, то я пластиковую сетку, которая у меня была для птиц, я еще ставила вовнутрь, чтобы мох не вываливался. Ну и соответственно, на эти тотемы я посадила вот этот вот Эпи Премнум Марбл Квинн. Уже в принципе, да, классные такие листики. Но я думаю, что они будут только укрупняться. Здесь вот новенький листик у нас растет. Интересно наблюдать, как растение меняется, как укореняется, здорово. Здесь же у нас есть Сцендапсус Неон. Тоже я его посадила на тотем. Он долго адаптировался к нему, вот только начал у него там новый листик вызревать. Наконец-то. Миконс. Я его прям сразу посадила, как только он мне дал корешочки. Ага, видели, какой-то насекомый летает. Надеюсь, это просто комарик. Ну, может быть, не знаю, летающие трипсы. Я уже немножко стала поспокойнее после того, как пару растений загубила из этих насекомых. Теперь попроще к этому отношусь. Вот тут три веточки будет. Тут раз, тут вот две, и там третья. В общем, как рассказывает мой любимый блогер Сидни Плангай Ян из Австралии, он сразу сажает на тотемы прям малышей, которые уже дали хорошую корневую систему, чтобы каждый новый узелочек сразу укоренялся вот в этой опоре. Попробую так же. Так, еще-еще медиопикта у меня на опоре сразу живет. Я стала делать специальный грунт для ароидных. Вторая, всех туда пересадить. Пятнышки. Это ничего страшного. Это все от воды. Там вот новенький листик растет. И вот здесь. И макушка салатендрона Бразил. Вот она тоже пошла на тотем. Посмотрим, как она тут адаптируется. Я думаю, с досветкой будет все хорошо. Пока вот тут листик заморозился вот этот от стресса. Ну, ничего страшного. В общем, у меня теперь такая стена из тотемов. Кто еще есть в моей коллекции? Это авокадо. На прошлом обзоре в июне у меня была всего лишь косточка в банке. И теперь вот такое дерево. Есть еще второе авокадо. Давайте сразу его посмотрим. Вот второе авокадо, но у него совсем другая форма. Две веточки. Не такое раскидистое деревце. И оно не очень хорошо себя чувствует. Это гораздо лучше. Еще у меня тут есть филадендрон. Я так и до конца не уверена в его названии. Кто-то говорит, что маска. Кто-то говорит, что педатум. Не знаю. В общем, тоже я у него снесла макушку, потому что тотемов я еще тогда не знала. Есть только вот такая тоненькая палочка. Он выдает вот здесь вот два ростика. Раз и два. Потом, может быть, весной посажу его на тотем. Не знаю. Или переукореню. Потому что если он уже столько узелочков дал, наверное, нет смысла его на тотем сажать. Еще есть мой олеандр замечательный, которому уже больше десяти лет. Тоже я его поставила сюда под лампу, потому что он, по-моему, у меня собирался цвести. Так, оп. Но на окне ему было тяжело, поэтому вот я сейчас его сюда переставила, и все, уже цветает. Это у нас аденю. Можно посмотреть, как хорошо он стал под новой досветкой. На прошлом обзоре в июне была просто голая палка. Ну вот, оказывается, был критичный момент именно освещения. Теперь я супер довольна, как он выглядит. Моя новая варегатная монстырка. Она у меня пришла вот с этим листиком. Я уже знала, что при таком череночке все будет хорошо, потому что ствол полосатый. Значит, была велика вероятность, что у меня дома уже листики будут такие красивые. Вот первый он мне выдал Half Moon. Это луна наполовину. И второй листик вот такой расписной. Тут у меня новый корешочек у него лезет. Я ему добавила мха, чтобы он туда скорее перешел. Моя дорогая Астроманта Триколор тоже переехала на кухню под досветку, потому что на моем окне в спальне сейчас где-то 15 градусов, и очень холодно, прям стало заметно, и она переехала сюда. Пока неплохо. Уже, наверное, места ей там не хватает, но все равно пересажу. Я думаю, я ее весной. Пусть пока так порастет. Хороша все-таки Астроманта. Такая у нее окраска потрясающая. Эти листья с обратной стороны не устаю любоваться. Вот у нас Фикус Бейлис. Он последний листик дал. Очень похоже на Тинекки. Ну, поскольку они тут вместе, конечно, одно, по сути, растение. Такое, я знаю, что может происходить. Большое, да, уже такой вырос. Ну, красивый, очень красивый. Тоже ему там холодно в кабинете на окне. Переехал сюда под досветку. Здесь у меня еще есть моя Традисканция Альба. Хорошо, она растет так пышненько. Кустица. Ничего пока не хочу менять. Хочу, чтобы она как раз была вот такой шапочкой. Так, еще у меня здесь на столе есть, хотел сказать, филодендрон. Фикус Бенджамина, который у меня заплетенный. А тут пока такой сюр из веток. Может быть, его тоже отдельно показать. Тут теперь у меня... Поставила я кучу других растений, да, неочевидно. Ну, в общем, он такой пышненький. У него большие листики. Мне кажется, такой неубиваемый. Я тут их сворачиваю периодически вот так вот, да, проволокой, чтобы они лучше скреплялись между собой. Сейчас я второй покажу. Второй, который у меня повзрослее. Тоже Фикус Бенджамина. Всегда прекрасно себя чувствует. Он в таком прям огромном у меня уже горшке, да, там куча корней просто. Я его не пересаживал в 300 лет. Вот тоже такой у меня заплетенный. Но я по-другому его заплетал, да, более молодыми листьями. Поэтому тут все срослось, конечно, уже в одно дерево. Но мне кажется, все равно очень красиво. Я тут, кстати, тоже их заплетал между собой. Сейчас сфокусируется. Да, заплетал вот здесь вот проволочкой. Эта проволочка прям вросла в кору и получилось так узорно. Надеюсь, дереву вам было не страшно, не больно, но получилось красиво. Сюда же переехал мой сптефилум с моего окна. На него тоже тут нападал уже мох и других растений. Он просто огромный. Я уже детей у него отсадила. Смотрите, какие листики. Оп. Класс, да? Очень красивый кустик. Здесь есть у меня еще кротончик тоже. У меня на каждом видео стоит здесь на окошечке. Зимой он мне не особо растет. Но я теперь знаю, что когда его летом вынесу на воздух, у него пойдут новые листики. Покажу еще, пожалуй, драцену. Это которая Lemon Lime. Она наконец-то вот тут свежие листики парочку мне выдала. Мне писали, что они растут медленно, чтобы я не переживала. Поэтому я немножко выдохнула и не заметила, как она начала потихонечку расти. Вторая драцена, которая тоже была в обзоре в июне. Вот она. Ну, тоже потихонечку растет, медленно. Но растет. Ой, мейзолента торчит. Так, здесь же рядом есть всякие дети спетифилмы. На них не будем останавливаться подробно. Вот розовая принцесска. Не такая уж она и розовая у меня, да? Кофе. О, это варегатный спетифилум. Тоже совсем маленького-маленького росточка. Он постепенно становится взрослым. Где-то у него тут тоже уже деточка маленькая растет. Вот. Тут же у меня фелдендрон принцов оранж. Не буду доставать новый листик в серединке. Ой, это моя любовь. Сингонио Red Spot Tricolor. Тоже вот тут выдает новый листик. Сейчас мы его поймаем в серединке. Да, вот этот вот. Так, где мой палец. Не вижу палец. Оп. Вот в серединке новый листик. Тоже я ему поменяла грунт. Как, впрочем, я и поменяла грунт. Уберем я всякие апельсины. Поменяла грунт для антуриума. Для Биркина. Биркин у меня не сильно белый. Может быть, попробуйте его тоже под крем вру лампу не переставить. Может быть, будет побелее. Не знаю, буду экспериментировать. Там будет у меня стоит помененный тоже свеженький грунт для антуриума. Зизу. Совсем грустно там себя чувствует. Алла, Кази, Полли. Хотя, может быть, это Бомбина. Потому что уж больно острые. Мне кажется, мне продали Бомбина, а не Полли. Я думаю, что листья обожглись под лампой. Потому что она под лампой тут тоже стояла. Не знаю, посмотрим. Два у меня антуриума Клари Нервиума. Вот первый. Вот второй. Растут медленно. Влажность недостаточная. Но, надеюсь, все равно выжжет. Из листика я растила замякулькас. Вот все получилось. Бульбочка образовалась. И вылез новый росточек. Его погрызли какие-то жуки. Поэтому листики отстригла. Здесь же у меня стоит орхидея. Ну... Корни немножечко наращивает. Но я не скажу, что прям вот пышет здоровьем. Наверное, потому что мне сейчас ароид наибольше интересно. И она это чувствует. Ну и вот филдендрон. Империал Грин. Замерз совсем в развитии. Когда я увидела жуков, я вытряхнул грунт. Промыл корни. Наверное, это был моей ошибкой. Не знаю. Может быть, все-таки что-то он потом выдаст. Я пока не стремлюсь его выкидывать. Но тут вот все воздушные корни, они засохли. Вот. Не знаю. Посмотрим. Но надеюсь, что ты все-таки какую-то деточку или там продолжит расти. Потому что очень он мне нравился. В общем, теперь я на жуков буду не так критично реагировать. Посмотрим еще вот эту полочку в кабинете. Кто здесь остался. Сюда переехал с кухни филдендрон империал ред. Ночь такой у меня уже большой. Но там на кухне как-то он перестал совсем расти. Я думаю, что ему там очень холодно было. Мне кажется, это такие замороженные листики. Здесь же стоит у меня бегония Томая. Она мне сейчас не очень интересна, поэтому тоже не растет. Они всегда чувствуют юбка. Такая сильно зеленая, наверное, из-за подкормки. И это у нас Пеппероми Туполистная. Давно тоже не видела у нее новых росточков. Наверное, с прошлой весны. Но она как-то и не меняется в таком состоянии всегда. В общем, у меня здесь есть одна хавортия, которая выжила. Остальные не выжили. Но я видела, что там все подгнивает. И одну пересадила. И вот она здесь пока в таком вечно зеленом состоянии. Ну, пожалуй, покажу еще маракуйю, как она сейчас выглядит. На южном окне ей прям супер. Такая большая стала. Бугенвилля тоже хорошо растет. Вот я думаю, что я ей хочу какую-нибудь опору поставить. Может быть, такую круглую. Как-то ее туда закрутить. И еще здесь посмотрим на этом же окне. Вот так вот я ее вынесу. Бегония Макулата. Одна из моих любимец. Дает какой-то с бешеной скоростью новые листики. Вот эти вот маленькие розовенькие листочки. Видимо, тоже ей хорошо здесь на южном окне с жарой от батареи. Здесь батарея плохо закрывается. И она прям прекрасно себя чувствует. Мне кажется, даже лучше, чем летом или весной. Ну, вот и все на сегодня. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии. Пока-пока.